Турист смог в одиночку посадить воздушный шар после того, как всемирно известный пилот погиб на его глазах в результате несчастного случая. Об этом пишет Валли Ньюс. 72-летний Брайан Балант, Бриан Балент, 73-летний турист Роджер Блейк, Роджер Блейк, его жена и внучка вместе отправились в полет на воздушном шаре в четверг, 15 июля, из аэропорта Постмиллс в городе Титфорд в Великобритании. Во время полета перестала работать горелка, и шар начал стремительно падать вниз. Балант пытался снова зажечь ее с помощью воспламенителя, однако было уже поздно, аэростат совершил аварийную посадку в поле. От удара корзина опрокинулась, а пилот с женой Блейка были выброшены наружу, тем не менее, Балант запутался в ремнях безопасности и остался висеть на них за бортом. Поскольку горелка была повторно зажжена, а в корзине стало на одного человека меньше, шар начал набирать высоту. В этот момент пилот упал с неизвестной высоты вниз, его тело было обнаружено позднее в пятницу, 16 июля. Трое пассажиров продолжали неконтролируемый полет на воздушном шаре, управление пришлось взять Блейку. Вскоре он увидел возможность совершить посадку на поле за фермой, туристу удалось плавно снизить высоту, однако он врезался в верхушки деревьев. Ветви начали прогибаться под весом корзины, но Блейку с внучкой удалось спрыгнуть вниз на землю. У меня никогда не было такого тяжелого бремени. Жизнь моей дочери и внучки была в моих руках, вспоминает Блейк. Бывший президент Федерации воздушных шаров Америки описывал Баланда как талантливого инженера воздушных шаров и опытного пилота. Балант также был основателем Ассоциации экспериментальных воздушных шаров и дирижаблей. Ранее в июне 2020 года россиянин решил позвать девушку замуж на воздушном шаре и оказался в море. В корзине находились трое пилот и пассажир с девушкой. Отмечалось, что молодой человек зафрахтовал аппарат, чтобы совершить полет над горной рекой Шахи, однако аэростат упал в Черное море.